Здравствуйте! В этом видео я буду вам рассказывать про KZ EDX Lite, обязательно расскажу. Но, как по мне, вторая часть этого видео, такая оффтопная, будет намного интереснее. Но для начала про KZ EDX Lite. Это сверхбюджетные внутриканальные наушники проводные. Кабель не доставал, потому что он не такой симпатичней. В таком виде они выглядят как-то и футуристичней, и прикольней. Глобально нормальные наушники свои деньги отрабатывают на все там 100-200%, но есть тот самый сын маминой подруги, другая модель, которая за плюс-минус те же деньги будет намного интереснее. Но для начала похвалю за их внешний вид, и даже вот просто покажу вам фотографию крупным планом, что вы могли рассмотреть, насколько качественно выполнены фейсплейты, насколько все аккуратненько, нигде никаких ни стыков, ни пузырьков, ни клея, ничего. О, повторюсь, стоимость тут, ну, пускай 10 долларов, но собраны они намного качественнее, намного лучше, чем те же Comfire Audio Trifecta, которые стоят больше 3000 долларов, где вы увидите и клей, где у вас будут пузырьки и прочие радости далеко не самой лучшей сборки. По излучателям здесь один единственный динамический излучатель, и это, в принципе, хорошо, потому что нет каких-то сверхдешманских арматур, которые плохо согласованы, которые будут выдавать какую-то грязь. Все, всех этих проблем они лишены. Играют даже более того данные наушники чистенько, они куда-то там в грязь какие-то вот неприятные звуки не уходят, и добиваются это, естественно, тем, что детальность здесь очень и очень условная. Края частотного диапазона, особенно вот то, что касается высоких частот, естественно, очень сильно упрощено. Сделан акцент на бас, он прям такой очень массивный, он не то чтобы всеобъемлющий прям, но вот количественно его больше, чем должно быть. За счет этого мы получаем большую такую объемность на низких частотах, точно так же поступают и многие производители других внутриканальных наушников, но ценой там 500 плюс долларов. То есть навалили по максимуму басы, такие басяндры прям, и вот мы получаем объемное, приятное для восприятия звучание, и скрадываются все какие-то нюансы, которые есть на середине на высоких частотах. Возвращаясь к героям обзора, середина тоже, соответственно, будет под влиянием низких частот, у нее будет такая и прям бархатность, и телесность, все как многие любят, какой-то сверхоткрытости не будет, но, по крайней мере, середину не впилили куда-то на задний план, она находится вот там, где и должна быть, по своему соотношению с другими частотами все, проблем особых нет. По высоким частотам, как я и сказал, все это упрощено и, ну, прям, ну, совсем бюджетно. Даже если вы возьмете какой-нибудь очень сильно дорогой крутой источник, к ним подключите, ну, выжать какой-то детальности, какой-то прям натуральности звучания не получится. Да, это прикольный звук, но на уровне каких-нибудь там ТВСок за 25-30 долларов. Но тоже неплохо, если вы хотите прям, чтобы был бас, чтобы там ничего резкого не было на высоких частотах, и вот за минимальные деньги попробовать, ну, почему бы и нет. Но есть тот самый сын маминой подруги, как говорится, это КЗ EDX-S, который стоит тоже меньше 15 долларов, но там уже есть какой-то задел на качественное звучание, там уже присутствуют и высокие частоты, там уже есть какое-то разрешение у низких частот, то там уже у сцены, можно про нее, в принципе, говорить. Здесь сцена, ну, есть объемность, которая дается от низких частот, но сцена, она вот так себе. В EDX-S там уже присутствует ширина сцены, вполне себе понятная. Даже вот там можно представить себе какую-то глубину сцены, даже можно нафантазировать на разделение планов. Все это при особом желании вполне себе осуществимо. Здесь, ну, блин, у меня, наверное, нет такой фантазии просто, чтобы в голове все эти образы вот так вот встали вместе с ними. И по итогу, да, это прикольные наушники, но вот есть EDX-S, которые звучат прям хорошо, а если там чуть-чуть еще больше подняться, буквально на 2 доллара каких-нибудь, там уже будет КЗ Костор Бас Эдишн, который, ну, прям вообще великолепный, который можно раскрывать, получаясь там максимум богатства звучания из каких-то сверхбюджетных моделей. То есть все, до там 20 долларов у КЗ есть модели, которые будут на голову, на 2 головы, на 5, на 10 голов выше, чем данная модель. Хотя, опять же, повторюсь, если вот вернуться снова к их бюджету, представить, что вот есть коробочка кабель-амбушюры, который стоит там 5 долларов, и вот 4 доллара за вот эти наушники, но они оправдывают их минимум там 2-3 раза. Все, супер. Но есть модели, которые на 2-3-4 доллара дороже, и при этом уже многократно лучше. Стоит ли это переплаты? Я считаю, что да. У вас, может быть, другое мнение, все это прекрасно понимаю. Дальше разглагольствовать смысла не вижу. И вторая часть. Я в очередной раз поражаюсь тому, насколько же огромная разница в восприятии внутриканальных наушников и полноразмерных наушников. То есть я вот сейчас на полном серьезе говорю про модели за 10, 14, 18 долларов, которые звучат хорошо, звучат интересно. Они там могут для кого-то стать основным вариантом. У них есть там куча каких-то своих преимуществ. И что происходит с полноразмерным сегментом? То есть вспоминая Sennheiser HD 490 Pro. Я их на полном серьезе хвалил. Да, молодцы. Сделали не намного хуже, чем там 30 лет назад вы сделали Sennheiser HD 600. Да, но по материалам попроще. Да, там, конечно, пластик уже, ну прям совсем так себе. Да, там видно, что вот, ну, упрощено. Но, по крайней мере, оно неплохо. Вот 400 долларов, что-то у вас уже получилось. Sony на полном серьезе хвалил там 500 долларов. Потому что вот за эти деньги у наушников нет явных каких-то недостатков просто. И за это уже можно хвалить. Вот 500 баксов, неужели за такие небольшие деньги у вас получилось сделать без косяков? А у других производителей, там, тех же полноразмеров, 600 долларов это прям вот серьезный компромисс. Ты сразу же говоришь про какие-то недостатки, которые серьезные. И вот они будут сказываться. Здесь 20 долларов. Там, если мы поднимемся до 27, там, 28 долларов, там уже будут KZPR 2. Где прям вообще классное качество звучания, о котором можно там долго рассказывать, расхваливать и так далее. Помимо KZ, есть еще куча других брендов, которые тоже уже в бюджетном сегменте научились делать хорошее качественное звучание. Там до 35 баксов. И это мне просто взрывает мозг. От того, что затычки 35 долларов, ты уже просто там рассказываешь. Одна модель, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот там очень хорошее звучание. Полноразмеры за 500 долларов. Неужели получилось? Вот без каких-то жестких недостатков, там, за 5 кусков зелени, там, 5 кусков, наверное, 5000, но суть вы понимаете. 500 долларов. Вот неужели появилось что-то интересное? Что-то не намного хуже, чем делалось там 20-30 лет назад? Почему такое происходит? Я вроде как и знаю ответ. Я понимаю, что затычки лучше покупаются, их там легче обновляют люди себе, там чаще появляется желание их сменить полноразмеры. Это что-то вот как домашние тапочки. Вы их купили, 15 лет пользуетесь. Как у меня отец купил Sennheiser HD 580 в 2000, наверное, там, втором году или в 2003. И так он пользуется ими на протяжении 20 лет. Они его полностью устраивают. Я это тоже прекрасно понимаю, потому что я купил себе Superlux HD 681 несколько лет назад. Так они у меня и лежат. Захочу я что-то в полноразмерах послушать. Ну, я их достану. Все, с хорошим источником. Я более-менее что-нибудь там вменяемое и получу. Затычки у меня меняются просто вот так вот. В виш-листе там находятся уже 5 моделей, которые ты думаешь, вот когда-нибудь стану зарабатывать. И вот тогда прикуплю себе что-нибудь такое с полноразмерами. Это просто как, ну, такая дальняя мечта, там, купить себе электростаты с такса, там, когда будет свободный, там, 5-6 тысяч долларов и вот можно будет осуществить эту мечту. Но это уже немножко из другого разряда. Так что потешно все это. Я... И я рад, что мне внутри каналки подходят намного больше, чем полноразмеры. Потому что боль для тех, кто больше предпочитает полноразмерные наушники, они для них доставляют меньше дискомфорта, чем внутри каналки. У меня, наоборот, с внутри каналками я могу сидеть намного дольше и у меня с ними намного меньше каких-то проблем возникает. Вот теперь точно буду завершать. Вам спасибо за просмотр данного видео. Если что, по ссылке в описании вы сможете их найти. На этом точно все. Спасибо. До скорых встреч.